Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я живу в Турции, перевожу на русский язык новости, которые у нас здесь в стране происходят. Это мой личный блог без претензий на профессиональную журналистику. В инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал самых свежих и интересных новостей из Турции. Обязательно подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий. Ну а мы с вами приступаем. У нас такой комок новостей заряжался, потому что они все связаны между собой. И две очень популярные обсуждаемые темы здесь сейчас в социопространстве турецком в соцсети просто взорваны. Знаете почему? Потому что вчера, 2 августа с утра, мы проснулись с новостью о том, что Инстаграм в одностороннем порядке заблокирован правительством Турции. И эта новость была просто шоком. Никто этого не ожидал. И первые несколько часов вообще люди не поняли, что происходит, вообще как можно действовать, про ВПН и всякие прочие такие дела. А это уже у нас пришло опосле. Но эта новость не проста, она связана с геополитикой и международными отношениями. И сейчас мы давайте начнем издалека подойдем к этой новости о причинах, которые повлекли за собой подобные последствия. Я думаю, как многие знаете, несколько дней назад был ликвидирован глава Хамаса Исмаил Ханья. И это была тоже активная новость в турецких СМИ, про властных, про политических, в государственных СМИ. Вообще глава Хамаса за несколько часов, если так можно сказать, в тот день был на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. И была церемония присяги нового президента Ирана. Официальные лица осудили убийство Исмаила Ханья. У нас были в Турции вчера приспущены флаги. Был объявлен на официальном уровне день траура в стране. И вот на утро после этого нас, скажем так, ждал сюрприз в виде блокировки Инстаграма. Соответственно, вчера рекорд скачивания ВПН-сервиса в Турции достиг своего максимума исторического. Никогда так много ВПН не было скачено. Но, собственно, неудивительно, да? Хочу отметить, что у некоторых людей с домашнего Wi-Fi, стационарного, на работе дома и так далее, с обычного Wi-Fi, Инстаграм открывался или открывается. Но не у всех. Но с мобильного интернета сделать это можно было только при помощи ВПН-сервисов. Люди-эмигранты здесь, русскоязычные, в частности, из России, конечно же, были, скажем так, неудивлены, готовы к этому. В соцсетях очень много рассылалось информации. Ссылками делились на ВПН, что с этим делать, вообще, как обходить эти блокировки и так далее. Такой обмен опытом, короче говоря, шел. И, конечно же, в Инстаграме турецком первые, наверное, полдня до обеда была просто тишина и глушь. Люди адаптировались к принятию этой ситуации и искали подходы, что, собственно, делать. В общем, многие турки начали скачивать Телеграм, заводить там каналы. Ну, обычная история при какой-то блокировке. Ранее, 31 июля, глава управления коммуникацией Турции сделал пост в Инстаграме. Он опубликовал соболезнования о смерти лидера Хамас. И он заметил после этой публикации, что в Инстаграме есть цензура. Якобы сам сервер Инстаграм удаляли посты, связанные с поддержкой соболезнования ЧП, которое произошло. И, в свою очередь, в соцсетях он дальше заявил о том, что я осуждаю социальную платформу Инстаграм за то, что она без всяких оснований блокировала сообщения с соболезнованиями по случаю мученической смерти Эхании. И просто все, как бы, вся страна легла спать. Написал он пост и написал. Политики очень активно используют X, бывший Твиттер. Ну, и, как бы, никто не придал этому значения. Ну, а утром мы проснулись без Инстаграма, с отрубленной соцсетью. По последствиям и вообще, что это за собой несет. Вот, чтобы вы понимали, в ситуации экономической, которая здесь в стране, за один первый день блокировки Инстаграма, турецкие не только блогеры. В Инстаграме, в Турции очень много коммерческих аккаунтов. Не только реклама, блогеры и развлечения. Это аккаунты крупных сетей торговых. Люди продают через Инстаграм товары. Ссылки активные на онлайн-магазины. В Турции сейчас на первом месте онлайн-торговля уже после ковида. Как бы, она сейчас вообще огромных оборотов набрала. Так вот, там продают еду, одежду в основном очень много, косметику. В общем, какие-то нужды социальные людей закрываются. То есть, это не только платформа для развлечений. И потеряли деньги блогеры и рекламодатели. Потеряли продажи. Так вот, интернет-продажи за один день блокировки вчерашней. А по скромным первопредварительным подсчетам потеряли 1,9. Фактически 2 миллиарда турецких лир. Сейчас, конечно же, все ждут продолжения. Что у нас будет? Как долго будет заблокирован Инстаграм? Когда его разоблокируют? Разоблокируют ли его вообще? В социомедиа, в Твиттер просто взорвался, конечно. Там было очень много дискуссий на эту тему. Очень стали популярны опросники. Типа, проголосуй, что ты думаешь. Мнения разделились буквально на несколько позиций. Все, конечно же, уверены, что Инстаграм в итоге разблокируют. Конечно. Потому что это деньги, это бизнес на этом завязан. Социальные медиа и политики этим пользуются. То есть, Инстаграм нужен. Нельзя вот так просто раз его отрезать. Это слишком большие обороты протеста народных марсов. Но вчера очень я хочу отметить от себя, что люди очень быстро нашлись. И за несколько часов просто скачали тупо VPN. Сидят ими пользуются. Либо дом с Wi-Fi открывают Инстаграм, либо с VPN. Особого какого-то неудобства не испытывают пока что на данный момент. Но торговля-то как бы у нас очень хорошо упала. Люди потеряли деньги в этот день. Ну и, конечно же, до этого дня у нас была огромная большая новость в стране. Все взгляды мировые были прикованы к Анкаре. Потому что в Анкаре произошел обмен 26 заключенными. Это сам официально подтвердил СМИ Эрдоган. Было 26 граждан из 7 стран. Это США, Германия, Польша, Словения, Норвегия, Россия, Беларусь. То есть 10 человек, в том числе двое несовершенных детей, были переданы России. И по данным также было передано 13 человек заключенных в ФРГ и 3 человека в США. Это был самый масштабный обмен века. Так называлось это все в соцсетях. Из такого примечательного, конечно же, это показывали по центральным каналам. Хабертург, например, НТВ турецкий, прополитические какие-то каналы. Были видео, вот эти, они появились на первых турецких СМИ, из самолета, когда выходили люди именно в самой Анкаре в аэропорту, как проходил этот обмен. Эти кадры были опубликованы турецкими СМИ и разлетелись во всем мире. В СМИ это преподносилось как большая политическая победа Эрдогана, его участие в заметном, скажем так, действии. А еще тревожная новость со вчерашнего вечера. Между Стамбулом и Тегераном было отменено авиасообщение. Очень многие рейсы были просто отменены. И правительство очень многих стран официально призывает не пользоваться полетами, отказаться от полетов либо в Израиль, либо в Тегеран-Оран. Потому что по данным СМИ разведки, утекшим данным в СМИ, возможно, ответ Тегерана, Израилю за атаку, которая недавно произошла. В общем, напряженная атмосфера. И сегодня, в субботу, очень многие журналисты, СМИ, люди наблюдают за этой ситуацией, за вот этой напряженкой и ждут, какая будет, если будет ли ответная реакция, если да, в каких масштабах и что будет, и какие вообще последствия у этого. А еще мем последних дней, немножко новостей с Олимпиады. Старшина жандармерии, его зовут Юсуф Дикеч, он завоевал серебряную медаль, выиграл в Олимпийских играх. Раздел у него стрельба из пневматического пистолета с 10 метров. И почему он завирусился и стал просто мемным, очень в интернете разлетелись его фотографии, за его непринужденную характерную стрельбу, да, участие в этих играх. Один из постов в Твиттере, посвященный его вот этому достижению, набрал 90 миллионов просмотров, это больше, чем все население Турции. Он просто вышел, взял пистолет, настрелял своих баллов, да, когда участвовал с одной рукой в кармане. Ну, то есть, как говорится, начали на расслабоне, особо не напрягаясь, в полном спокойствии человек находился. Ну, и, конечно же, это расфорсилось, да, вот это ощущение уверенности, что люди переняли и почему это стало мемом. Мы стали сравнивать с различными героями для, там, комиксов, фильмов, там, и так далее, стрелков всяких. А вот эта уверенность в себе, расслабленность, я больше скажу, как психолог, что сейчас этого очень много не хватает людям, сейчас этого недостаточно людей, они хотят уверенности в завтрашнем дне, раскованности в своих движениях, свободы какой-то, и быть на вот этом легке, назовем так, без напряга. Вот это вайп, вот это ощущение, это чувство, оно, люди это очень легко считали, схватили и начали этим делиться. Вот он, собственно, феномен социал-медиа этого человека, как он стал мемным за последние дни. Напомню, 90 миллионов просмотров просто за один день, ну, был окей, за пару дней, ну, меньше, чем два дня. Еще очень важное событие, что Турция ратифицировала соглашение о свободной торговле с Украиной. Это появилась информация вчера в турецких СМИ. Документ был подписан очень давно, где-то два года назад, в феврале 22-го года, но турецкий президент утвердил его 1 августа. Соглашение предусматривает отмену Турции ввозной пошлины для 90, практически 4% промышленных товаров и 8% сельскохозяйственных товаров при торговле именно с Украиной. Напомню, что пошлина очень высокая в Турции. А теперь немножко к комическим новостям. Два гражданина Кыргызстана указали адрес проживания министра внутренних дел Алиерли Кая как свой собственный в документах при подаче на ВНЖ. И они получили свой ВНЖ в Анкаре, он живет в Анкаре. И, как вы знаете, государственные органы, они проверяют вот эти адреса, то есть они должны выйти на место по адресу, они проверяют каждого иностранца, который подал на ВНЖ. Так вот, сотрудник ГЕОЧ, когда приехал по адресу для проверки очередного ВНЖ, который иностранцы получили, был заломан, задержан охранниками Алиерли Кая на подходе к его дому, потому что это охраняемая территория и зона. И тогда-то, собственно, и выяснился этот конфуз о том, что дали ВНЖ гражданам Кыргызстана, они указали адрес министра. Информации пока что о последствиях нет, но с большой уверенностью что-то мне подсказывает, что их, конечно же, лишат ВНЖ. Скорее всего, могу предположить, наверное, депортируют из страны. То есть это не законно, это нарушение вообще. И это очень такая тоже история обсуждалась в СМИ, конечно, с МИА. Из социальных проблем турецких у нас эта тема уже на днях была в прошлом видео, о том, что мэр Болу города, он вообще у нас заявил, да, что у нас Болу станет самым чистым городом в Турции. И административные штрафы, которые раньше были там типа 20 долларов, 600 лир практически, их подняли до 14 500 турецких лир. Это 444 доллара. Мусор, что к этому приравнивается, любой мусор, это окурки, мусор, который кидается на землю мимо контейнеров, недонесенные всякие пакеты и все такое прочее. Также он в этом интервью говорил, что мы вот там была груда мусора, бычков на самом деле, да, окурков от сигарет. Он сказал, мы это собрали за несколько часов. И собрали мы это возле парикмахерских, кафе, то есть возле социально-общественной жизни, где люди, скажем так, работают, проводят время. То есть это не в каких-то парках или сезонах, там или еще где-то, а просто вот у нас здесь в городе под ногами. И мы это на Мелит собрали буквально за несколько часов. Соответственно, с этим мы будем бороться. Особые вот эти штрафы будут присматриваться к социальным местам. Это парикмахерские, всякие кафе, магазины, возле которых там есть кафе-заведения, там, знаете, типа пекарня, кофейня, какие-то маленькие заведения, где часто сидят люди. Очень много в Турции курят, если вы не знаете. Она вообще первая в Европе по статистике по курению, к сожалению. И вот с этим будет бороться таки Верховный суд. Турции посчитал уважительной причину, основанием для развода отказ мужчины принимать душ, ухаживать за собой и, скажем так, вести нормальную социальную жизнь. Одобрен иск при разводе жены на мужа о том, что теперь такие правила есть, что муж должен принимать, чистить зубы хотя бы один раз, два в неделю принимать душ в том числе. Это уже был 19-й суд по семейным делам. Он признал женщину правой и одобрил ее иск. И она, кстати, отсудила у мужа 500 тысяч турецких лир. В итоге пара развелась, и женщина должна, скажем так, получить эти деньги. Еще вчера произошла такая трагедия. Вертолет, участвующий в ликвидации пожара в Адане, он врезался в плотину при заборе воды. В это место была отправлена поисково-спасательная бригада МЧС, и выяснилось, что экипаж вертолета не погиб, слава богу, и даже они находились более-менее в хорошем состоянии, то есть не очень сильно пострадали, чудом они выжили. В Турции продолжаются лесные пожары. Не так масштабно, слава богу, как это было буквально месяц назад, в июне еще. Они просто вспыхивали в очень многих местах, и они набирали очень большую скорость распространения. Сейчас это более точечно, их больше удается взять под контроль, но все равно они есть. Ну, естественно, засухопогодные условия такие, сезон сейчас пожаров. Вот такие новости Турции на данный момент. Большое спасибо за ваше внимание, что вы уделили. Напишите комментарии под видео, какие новости вам понравились сегодня, какие возмутились, что думаете о блокировке Инстаграм. Развитие этой ситуации будет интересно почитать. Ставьте лайк, распространяйте видео в соцсетях, это привлечет новых подписчиков. Для меня это будет очень приятно, это будет стимул для съемки следующих видео. Все. Извините, что так зачастила новостями, но темы острые, хочется их вам давать, а в актуальное время, да, не опосля, когда они уже не актуальны, не интересны. Я обещаю, сейчас разгребу свои дела, и видео с историями, там, обычным нашим контентом, буду разбавлять с новостями, но они тоже появятся. Немножко подождите, кто вас ожидает, потому что у меня уже такие сообщения приходили в личку, так что кто хочет истории от Анонима, пишите на почту, она в инфобоксе под видео. Ваши истории будут, подождите немножко. Большое спасибо за внимание, до встречи в новых видео.